Поэт, член Белорусского литературного союза «Полосковед», участник ряда международных литературных конкурсов и фестивалей, Ольга Маскевич. Здравствуйте. Я знала всегда, но только сейчас ощутила, все может исчезнуть уже через несколько строк. Дорожка, калитка, цветущая белая слива и взгляд твой прозрачный, и слово мое, мотылек. И белых стихов, и досказанность, и незавершенность уже через несколько строк или даже быстрее вдруг могут исчезнуть. Какое острое слово, почти как влюбленность или даже острее. Для белых стихов отыщутся точные рифмы, и бледные лица покроют румянцем заката, и белым цветам ветер смерти подарит свободу. И все это я приближаю, и я виновата. Вдруг ты разглядишь меня всю за несколько актов, как в пьесе какой-нибудь. Что же расставиться нам? Лишь в музыке воспоминай несколько тактов. Лишь чьи-то сердца на карточках в Инстаграм. Я надеваю солнечные очки, чтобы скрыться от мира. Я не вижу его, он не видит меня. Во всяком случае, мне кажется так. Вокруг мрак. Свет мечется, как мотылек. Ты особенно острый язык, поэтому я надеваю очки еще немного тебе в упрек. Правда колется, как игла, ты в глаза смотреть не привык. А он смотрит даже сквозь тьму стекла. Он смотрит в меня каждый ник. Я надеваю солнечные очки, чтобы скрыться от мира. Я не вижу его, он не видит меня. Во всяком случае, мне кажется так. Ветер туманом наполнил мешки и потащил высоко над землей. Было четыре утра, я не спала, говорила с черной змеей. Ветер, древний как мир, обрастал чешуей. И рвались его мешки, и туман летел над землей. А змея блестела рубиновым глазом, трогала раздвоенным языком. Руки мои и душу. Я смотрела на ветер и раз за разом понимала, что слов своих не нарушу. Но вокруг было белым-белого тумана, и туман был все тяжелее. И как выдержать этой тяжести, я не знала. А змея все блестела, блестела рубиновым глазом. Что-то мне говорила и не уползала. Я выходила из дома, там я была в заперти. Я шла, я хотела где-то остановиться, но не могла. И все продолжало идти. Три пары железных сапог стоптала. Как зверь боялась людей, дорог избегала. Шла в лес от взглядов, слов и уловок. И там в темноте, в траве, среди змей лежала. Смотрела сквозь витражи листвы и иголок тебе в глаза. Зачем все как есть? Зачем? Что я должна? Чего я не распознала? Смотрела тебе в глаза и не понимала. Не понимала. И возвращалась домой. Спасибо.